Добрейшего времени суток на связи антиквар добро пожаловать в нострию в kings bounty 2 приключения катарины равно как и наши с вами продолжаются мы с вами стоим у дверей руанской заставы точнее у ворот пройдя через который мы попадем в новую неизведанную непознанную нами часть нострии поэтому давайте не будем мешкать тем более право на такой проход через руанскую заставу у нас имеется стой тракт перекрыт у меня бумага от вашего архимага ох и вправду что же не могу вас задерживать проезжайте только поосторожнее там да что вы говорите на дорогах нынче опасно там на дорогах орудует шайка разбойников грабит купцов убивают путников говорят у них главарь женщина кровавая сэди а еще прямо под стенами заставы даже не знаю как описать словно пожар был не знаю что это но выглядит плохо это открыть ворота словно пожар был не знает что это но выглядит плохо мы знаем что это прорыв пустоты интересно здесь появится задание прорицателя после того как мы пройдем испытание а мог или здесь нам какую-нибудь другую пакость приготовила пустота ее ставленники и адепты но сейчас мы все узнаем главное понять куда бежать на этой карте в принципе это основное задание до выведать увидим где они скрывают укрывают культистов найти компоненты ритуала найти древние подземелья сколько всего интересного сколько всего вкусного везде хочется побывать но я наверное пойду в данном то случай направо немножко изменю в себе тут у нас найти чтобы лодотворение да такая книжка там видимо будет боя нам подкач нужен может быть бои не самый сложный если мы первый бой вспомним покорение первой книги отправиться на кладбище тоже любопытно но в любом случае нам надо сперва пройти через вот эту вот область пораженную пустотой может какой-нибудь сундучок коробочка вот нормально так поэтому что мы делаем поэтому мы включаем дополнительное задание книги октариуса и врубаем опцию найти что было до творения нам нужно прямо и налево поглядим давайте поглядим то есть нас ждет бой таки да безо всяких заданий безо всяких испытаний нас ждет бой с порождениями пустоты не самый страшный набор этих самых порождений нужно отметить при этом быстрый и неприятный да есть два отряда гончих погибели есть один отряд грифонов погибели еще войны еще гиганты важно как там кто расставлен сейчас мы это увидим сейчас мы увидим так мы на возвышении или на хайграунде называйте это как хотите смысл от использованного наименования не изменится так вот они войны погибели да действительно здесь хайграунд вот особенно вот здесь смогут ли они отсюда стрелять куда-то вот сюда вряд ли но них скорость 3 вполне себе перебегут грифоны псы гиганты совсем рядышком их трое гиганты вломят очень недурственно есть мнение найти какой друзья мои что можно в данном случае отыграть через замедление они через за рассеянность сюда кинуть сюда кинуть и наверное вот сюда войны погибели ну по ним придется пострелять так причем наверное мы вот так простреливаем вот так поставим и огневиков тоже куда-нибудь подвинем чтобы они потом прошлись но они будут уже стрелять в ответ ну ничего бумагами подожжем огневиками потом дадим туда залп должно получиться неплохо при этом конечно хотелось бы подкачать наших 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 бойцов так а мы максимально вокруг троллей можем собрать сколько мы всех можем собрать то в принципе правильно мы вот так можем стать до всех бафнуть но только в этом случае так вот так нам надо сделать мы же вот так можем стать до вот так нам надо сделать чтобы гиганты пустоты не добежали ну похоже на план да и отыграем через замедление на быстрых отрядов придется вот отсюда потерпеть принять удар замедление могло бы быть и массовым но это ладно могло быть могло не быть мы выбрали другой путь путь в высшую магию он тоже имеет право на жизнь и того один а тут два до скорость нет сколько у вас скорость то стало в итоге а у них было 5 здесь 2 здесь 2 здесь 3 тут тут был 4 ладно мы можем вообще сюда же дать молнию интересно мы вот-вот простреливаем вот этими ребятами нет уверенности до что простреливаем ну ладно давайте попробуем шок магический урон вот это вот все накидываем сюда оковы получаем повторный ход это супер приятно но и надо бахать потому как не можем мы ждать усиление тролли усиление тролли будет играть дальше нам а здесь мы должны максимально всех пробивать ну стоим грифон и отправились в полет насыщение силой так собачки собачки надо наверно стрелять слушайте правильно стрелять отбегать и еще ход мы можем их сейчас просто вырезать этот отряд сейчас выстрелите потом добить огнеметчиками при этом есть история есть такая идея выстрелить и по скажем гигантом пустот погибели до можем по птицам скажем ударить вот так огненным лучом лучом света но это мне не очень нравится нет давайте-ка мы все-таки сюда зачем нам стрелки которые будут нас обижать нам стрелки ни к чему здесь броню накидываем на кавалерию ребятушки побежали двух убиваем просто даже обычной атакой ну и отлично минус отряд на на первый ход смысле не добил а опыт я за это получу вообще нет то что они сгорели а есть вопросы что я за это получу опыт есть вопросы здесь пока наверно в оборону теперь рассеянность мы пропускаем ход теперь стреляем дам а мы никем не можем выстрелить мы можем вот так сделать и выстрелить тех же грифонов наверное это хорошая история да не убили но ничего так они полетели кого не час будут бить бьют они троллей запретили троллям лечиться понимаю понимаю его же тролли пойдут то есть если я не встаю вот сюда то пойдут его тролли так по мне птицы еще пройдут туда клюнут меня но ничего страшного 96 это мы переживем а вот здесь мы сможем зато дубиной хорошо приложить их потрясти до глубин до основ оглушить еще удар так они нам ответят но зато мы одного убьем уходим в оборону здесь выстрел эх хотелось второй ход но не пошло так рассеянность есть рассеянность есть маловато конечно урона от этой рассеянности но ничего это бывает а наверно надо врубать обилку чтобы точно добивать гарантированно да птичек мы по идее должны добить нашими кавалеристами хорошему то правильно до до добьем того остались только гончию на гончих еще замедление а почему мы не можем а мы почему не можем открыть потому что у нас вот просто есть очки действия да это еще тот же раунд остался у нас остались очки действий так ладно сюда встали можно можно сюда бежать они нас вроде как не убивают в ответ вроде как не должны да мы так а троллей перекроем не дадим им на тролля нападать а хорошо теперь 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 вы понять чумак может сделать и что нам надо в плане лечения ну в плане лечения взял ответил на свой вопрос нам надо в плане заклинаний нужно нужно нам кого-то лечить например троллей я не уверен они не могут регенерировать после того как птички на них накинули свое не самое лучшее заклинание можем вот сюда подойти и магами выстрелить ну да они магов не пробьют давайте так сделаем еще минут собаку второй ход добивать хотелось бы не каченными отрядами правильно поэтому наверное мы здесь просто уходим в защиту получается так здесь пропускаем ход давайте только не умрите там от рассеянности да могут сейчас отъехать отъедет отъехала ладно посмотрим как там опыт будет распределяться так а тут собачки добежали и съели нам одного одного нашего послушника причем съели через казнь ну нам то как бы все равно через казнь они съели или нет надо воскрешаться да или потом после боя профитнее за деньги чем за ману может и после боя профитнее кстати с другой то стороны да давайте мы не будем тратить ману мы лучше чуть потратим денег в этом смысле здесь удар здесь защиту и и выстрел давайте второй ход нам ну ага сейчас сейчас прям разбежались и дали те второй ход вот значит играем через ускорение накидываем на наших кавалеристов и они все заканчивают с максимальным разгоном вот это вот все нормальный бой каких-то серьезных проблем мы не испытали можно было вообще без потерь отсюда вылезти но это всегда выбор между маной и деньгами который маг должен в кингс баунти делать постоянно 181 121 рубин дали кстати почти 9000 денег правильно да я выбрал между а слушайте это косяк они же были это на них же был кайф была казнь то есть мы их могли воскресить а сейчас не можем да добрать так ладно 73 маны мы еще и маны сэкономили в результате этого боя уровень почти получили я уже видела этого адепта тьмы на батильских вратах это клево слушаешь ты его видела а у нас послушники продаются где-то же они прям продавались у нас рядышком у ивена они по-моему и продавались если я ничего не путаю 1700 стоит давайте мы наймем отлично бежать никуда далеко не пришлось в этом плане все нормально ну и боевочка сразу же состоялась тоже неплохо что касается прокачки еще один такой бой мы и кавалеристов качнем огнеметчики ну тоже можно сказать не так чтобы прям на огромном расстоянии от левелапа да удачно то что послушников можно было взять прям здесь может быть сундучки там награды богатства несметные сокровища вот это вот все не сказать что не сметные очень даже сметные ну ладно рандомному сундучку в зубы не смотрят будем исходить из этого так одна дорога это в сторону вот это да по моему дорога идет в сторону древнего подземелья куда мне кстати тоже очень хочется но не в этой серии все таки мы туда будем отправляться ну вроде как решили идти сюда правильно же мы да поворачиваем правильно ну и погнали погнали там сразу еще один бой чтобы мы не расслаблялись ну это для тех кто считает что боевок мало но мы в новую область прошли в том то и дело что именно из-за этого тут как бы все и хорошо так кто тут у нас ага тут силы вообще-то порядка да кавалеристы мечники арбалетчики там маги стоят вдалеке что ли и големы нет а это кто такой черный рыцарь четвертый уровень ранг 1 2035 жизней провокация ну так чтобы да чтобы никто не расслаблялся они нас обгонят слушайте со своими кавалеристами да свои кавалерии это как бы не страшный мечники тоже не страшные послушники кавалеристы угу угу то есть мы еще и уровень получим после этого боя хорошо это кто это мечи правильно это мечи черный рыцарь так кавалеристы не добегают что радостно как-нибудь вот так встать пока или как-нибудь вот так встать чтобы на всех накинуть усиление урона вообще это неплохая тема с усилением урона они на возвышенности да то есть мы в низине стоим и где бы мы не встали в этом смысле они и их стрелки будут по нам лучше работать но тут два стрелка мечи сюда мы встанем мечи добегут опять же если мы через рассеянность будем действовать есть о чем подумать ну кстати опять замедление неплохо смотрится слушайте да на мечей на черного рыцаря и на кавалеристов пойдем пойдем мы так встанем кавалерия не добегает вроде как должно быть все неплохо ага да слушайте вроде и не герои а замедление тащит замедление тащит часто тащит в подобных играх поэтому шо уж тут удивляться итак мечники кавалерия черный рыцарь так на три хода замедленные кавалерия все равно конечно очень классно бегает тут вопросов нету остаемся на месте а мы не по кому выстрелить не можем магами это интересно так ладно усиливаем урон усиливаем урон и может быть как то тролля двинуть что ли вот сюда тролли сюда кавалеристы сюда да чтобы он не мог проскочить нам сейчас второй ход должны давать понятное дело да должны но не дали шок усиление брони вот так можем по коням да бахать можем посмотреть что там кто будет делать провокациям провокациям а скорости здесь 3 то есть могут в тролли ворваться смогут ворваться в тролля тролли так немножко под коцаный но не сильно так уходим вот сюда здесь чтобы сделать хоть что то сделаем вот так немножко урона тут немножко урона там магические оковы а на них нельзя что ли подождите а мы не можем на них накидывать потому что провокация слушайте так надо было вот сюда закидывать магические оковы что-то вот об этом я совсем не подумал ладно нам надо тогда двигаться в бок вот так мы уходим получаем второй ход понимаю понимаю это очень мило и чудесно но сложно сказать помогает ли это нам в чем-нибудь а давайте еще в бок подвинемся и встанем в защиту здесь броня на тролля и тоже двигаемся в бок а все да после брони двигаться не можем не способны ладно раунд 2 нам никто не мешает сейчас бахнуть магией на самом-то деле давненько мы каким-нибудь огненным метеором не баловались горение 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 горит там голем интересно или нет держать строй тролля держать молодцы пока пропускаем по идее после сейчас он походит и его провокация свалится же так да неплохо горение это от метеора тогда здесь ждем минус 2 минус 2 ты ничего себе солидно ладно здесь тоже ждем здесь лечение и здесь ждем тролль тролль конечно просто красавчик так ждем все провокация свалилась теперь можем начинать работать куда бедно куда бедно куда бедно можем начинать работать вопрос что делать нашим конникам мы можем в принципе на завтра ворваться в послушников конникам да раз тролль здесь всех держит так давайте посчитаем скорость у нас пятая 1 2 3 4 5 или как даже у нас получается то есть мы добегаем можем бить в шестую клетку да 1 2 3 4 5 вот тут можем уже ударить 1 2 3 4 5 то есть вот отсюда можно будет брать разгон так наверное неплохо наверное неплохо теперь теперь надо уменьшать количество вот этих ребяток которые обижают наших вожаков причем наверное уменьшать именно количество павалеристов да которые первые ходят второй ход супер то есть павалеристов мы забираем угу отлично здесь здесь надо давать лечение здесь выстрел это не главное главное чтобы наш тролль танковал он вообще без проблем здесь танкует надо отметить и тут мы забираем кавалерист хорошо все пошли дела кое как а теперь они пошли еще лучше ух ты смотрите сколько мечников отъезжает 7 да это серьезно минус 7 троллем можно добить но ну наверное нет наверное слушайте а просто отойти и пусть они потом идут да у них все равно на следующий ход же еще замедление на единичку они ходят да сейчас они нас проатакуют ну сколько они там нанесут урона то есть мы их добьем опять же теми же огнеметчиками 49 даже не смешно комарин и укус как будто пощекотал кто-то так здесь врываемся врываемся кстати не дурно сразу же мы даем воскрешение вот сюда ну и погнали врываться в послушников сейчас бы какой-нибудь крит бы неплохо зашел но нет без крита без крита и жизни то это известная известная истина черного рыцаря послушников мы не видим да за камнями ладно давайте бахнем тогда сюда и пойдем вперед магом сами встанем за камень 98 физ урона здесь лечимся и тоже подвинемся наверное почему нет а да без разгона кавалеристы конечно мягко говоря слабовато работают может дожжете но что-то не похоже да что они дожгут тройной выстрел конечно просто топчик или дожгут один остался эх дайте второй ход ну пожалуйста что вам жалко что ли спасибо спасибо большое очень любезно очень любезно так супер здесь справляемся здесь надо бить минус 2 здесь в защиту так а тут этот товарищ добегает ага ну он пытается добежать скажем так эх почему нельзя первый уровень замедления а мы можем вот такое замедление кинуть да на выбранный отряд нам просто не нужно сейчас кидать на нескольких нам нужно кинуть на одного мы на него и кинем так теперь теперь тролль ну тролль ждет минус 1 да елки палки вот ты конечно душный какой какой ты душный есть еще одно лечение давайте надо еще будет одно воскрешение тратить ну или опять же за деньги поднимать да на нем же казни нет сейчас правильно сейчас же это без казни произошло да тут по моему ребятки то не казнят именно так давай своих обидчиков бахни а то что это они обижают и обижают а ты все не отвечаешь и не отвечаешь крит залетел а вот мне интересно если я пройду вот сюда и ударю отсюда больше урона будет или меньше по идее меньше я пройду и ударю с места как бы да то есть разгон и именно штуки и ударю с места как бы да то есть с что мы должны ну тогда дали бы возможность для обилки проставлять прям клеточки как мы хотим пройти и откуда атаковать ладно все равно у тебя путь один ты же его не добьешь правда не добьешь отлично хотя он может просто догореть и видимо так и будет так здесь инициатива ну-ка пять а у наших огнеметчиков три все равно мы их не обгоняем нет смотрите к нормально добили наши кавалеристы здесь ребятушки просто отходят нормально держать строй отлично слушайте отлично получилось по докачке по прокачке и уровень оба зарабатывают за пятьсот десять монет пятьсот десять монет или сколько двадцать одна мана ну я бы сказал несоизмеримо четыре шестьсот девятнадцать семьдесят маны уровень получили поглядим сейчас насколько изменились кавалеристы утрачено замедление это понятно это мы так сказать отдали с чистой совестью а что это лежит и лежит двадцать четвертый уровень а говорили вроде что тридцатый максимум если я все правильно помню и того четырнадцать очков талантов нужно пятнадцать понимаю ну значит нам можно докачать извините замедление правильно да вполне себе так нам же нужен земля и лед да нужны на замедление хотя бы его так а что у нас по тайному знанию двести шестнадцать на двести двадцати рассеянность будет массовая ну это тоже следующий уровень получается угу хорошо хорошо тогда мы землю и лед качаем и замедление учим за двадцать одну ману на все отряды противника кайф вроде как неплохо выглядит откуда мы пришли мы пришли вот оттуда да и нам нужно так а тут еще одна область под испытания и тут она что-то еще испытаний столько осталось получается какой-то замок что-то интересное какая-то беседка все бы изучить посмотреть пока мы просто кошель с золотом унесем так там есть алтарь ману пополнить ребятки стоят по идее это все могут быть квесты 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 да а могут и не быть нет это просто стоят языки чешут какой-то лагерь с дворфами и не только с дворфами собаками и всем таким прочим сколько плюс 200 маны в источнике плюс 250 уже отлично маны все больше и больше в таких источниках это тоже не может не радовать вот оно кладбище которое нам надо посетить там кстати говоря есть рекрутер это ты нимих рекрутер ну понятно да по кому-то специализируешься призраки древние упыри и рыцари смерти в принципе мы уже всех видели так кстати а мы нет не можем сколько маги стоит 1600 ну да мы не можем прям не можем совсем эту 1600 это 4800 надо да чтобы их нанять так мы так и не посмотрели кавалеристы здоровье стало 308 слушайте но все равно безумно мало все равно безумно мало у огнеметчиков обратите внимание на их сварочные очки очень концептуально но просто они тоже стали потолще да да и все угу угу с тебя вроде как взять нечего манов саркофагия надгробие читать это мы сейчас можем этим заняться кстати меня тут спрашивали тоже в комментариях я вспомнил что вот я очки получил мол почему я их на катарину не одел ну потому что это ценный предмет для продажи да это не одевается на катарину сразу вам показываю это мы все смотрели да значки ну вроде я ничего не пропустил по части того что надо было посмотреть из полученного что побегать почитать надгробью это может быть занятно под этой плитой похоронен марк кулачный боец он мог победить любого но смерть победить не сумел но тут дело в том что они довольно таки банальные эти записи прямо скажем лучше мы вот пойдем еще немножко мана себе поднимем вместе с опалом и хризалитом да как тут ман это щедро больше трех тысяч что было до творения в этой книге архимаг сангвин доказывает что до творения мир представлял с тобой не пустоту и ничто но первородный хаос стихий именно хаос по мнению сангвина был изначально и поэтому он вечен творение это лишь временная кристаллизация хаоса созданная мимолетным капризом всемогущего создателя а тут нет битвы кстати вот так угу подождите но у нас была еще метка на этом кладбище мол что то тут надо сделать интересно что джулиан найти фамильный склеп фартенов да было такое занятие а джулиан это кто тут тоже побегать да интересно посмотреть по заглядывать по закуткам ну вот потому что потому что вот так вот забегаешь а тут а тут припрятано припасено для катарины или для любого кто первый сюда явится и заберет это плюс одно военное дело у нас было 4 стало 5 8 маны что то маловато что то как то мы уже привыкли к тому что ее больше ооо джулиан то ты из этих ты такой же как те кого я знаю а что то он маленький такой да о создатель живое на нашем кладбище неужели кто то спасет бедного джулиана от рыцарей смерти ты видишь их видишь как они подбираются ко мне все ближе и ближе они чувствуют на мне метку аранокса того кого они ненавидят того кто разбил на части дух их создательницы и хозяйки моей возлюбленной розалин помедленнее мертвец причем тут метка аранокса и разбитый на части дух розалин он требовал от нее присяги моя любимая розалин хранительница этого кладбища она еще при жизни создала себе этих рыцарей а теперь при жизни твоя розалин баловалась некромантией и после смерти не перестала все верно аранокс хотел получить от нее власть над кладбищем моя смелая розалин отказала ему и вот дух розалин разбит на части нужно собрать ее воедино тогда рыцари смерти подчиняться своей создательнице и тому кто ее спасет рыцари смерти звучит привлекательно но разыскивать осколки нельзя ли попроще аранокс осквернил печать душ нашего кладбища ты можешь очистить ее проклятие ослабнет и тогда я смогу найти розалин итак найти и призвать осколки души розалин это задание искусности а задание силы это очистить статую плакальщицы слушайте с одной стороны я хотел идти в силу и вроде как можно туда идти с другой стороны я хотел посмотреть что будет если докачать искусность до конца мне писали что вроде обилка какая-то откроется но обилка не очень интересно но если уровень максимальный герой ограничен 30 то все равно мы не сумеем вот это все покачать у нас не будет очков таланта у нас то еще не все взято в магии прямо скажем в искусности в смысле а еще есть порядок тоже прокачанный нами кстати уже на 30 кстати уже на 30 и тут мы можем много чего себе позволить эффективность лечения но опыт в бою то уже не интересен а вот лидерство лидерство интересно так ну что наверное все таки искусность наверное все таки искусность где там расположены нам через битву нужно все равно будет идти за одной частью да древний упырь так надо понимать а там кстати торговец да дальше ну был виден значок торговца вот такой смотрим кто здесь что здесь так это видимо да вожак упырей необычный необычный упырь 1804 жизни заразные когти 459 урона выбранному противни отряду противника накладывает эффект чума четвертого уровня паренек шестая инициатива четвертая скорость очень недурно выглядит между прочим очень недурно у вас чего там с инициативой и всем таким тут маленькая инициатива четвертая здесь большая шестая но у нас так то есть с седьмой да ребята кавалеристы здесь пятая адепты тьмы знакомые нам ребята да ну погнали погнали в третью боевку в этой серии ух ты тут как все непросто в смысле рельефа рыцари смерти призраки древний упырий вожак упырей адепты тьмы слушайте так тут надо играть через через что надо играть я думаю через замедление адепты тьмы вообще смогут куда-то стрелять вот сюда выйдут будут стрелять вот так или что или как это будет происходить по высотам они сверху угу вот видите значок торговца вроде как виднеется склепы 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 мне нравится тут замедлением да история с замедлением тем более оно теперь у нас какое классное ой кайф кайф на всех на 4 хода ой какая же это прелесть отлично так в первом раунде мы вряд ли им бьем кстати говоря поэтому мы можем вообще спрятаться куда-нибудь за склеп куда-нибудь вот сюда так а вот магом бьем можем кстати в адепта молнию прокинуть можем ничего пока не делать древний убежал в точнее вожак упырей да метку тьмы на магов адепты прикрутили ну то есть все отряды становятся критами все кто по магам будут бить наверное не страшно наверное вообще не страшно здесь урон поднимем уйдем в защиту ну и смотрим кто куда подойдет провокация провокация а стрелять мы по ним не можем не можем и не можем просто стоим до магом можем сейчас бахнуть нашу молнию но она по идее нам тоже не нужна тоже стоим жаль что мы по сути потратили усиление урона и никому не по кому не атакую но на следующий ход сможем поатаковать мы можем отдать луч света чего бы нет минус один да да и броню наверное кавалеристов слабенькие они какие-то малахольные ребята раунд 2 мальчиские оковы ну тут тролли они могут долго пытаться убивать это понятно а вот теперь вопрос друзья мои формулируется следующим образом имеет ли смысл давать на них рассеянность можно было вообще это в самом начале сделать я просто думаю может быть призыв дать вот здесь запечатать проход и пусть древние упыри пытаются тут как-то пробиться но рассеянность вот сюда вообще хочется приделать да чтобы он что-то там получал урон потому что он встал и оттуда гадит потихоньку полегоньку то есть сюда сюда давайте и и наверное вот сюда здесь атакуем ни в чем себе не отказывая благо нам их прокачивать уже не надо благо они уже и так супер по максимуму вкачались только кавалерии да надо теперь прокачку какую-то довести до ума здесь мы можем подвинуться а здесь имеем право все закончить в этом смысле так минус нет не минус смотрите-ка ну что это такое ребятушки по идее нам надо просто всех перестрелять все что нам надо сделать отсюда снимаем а магические оковы усиление урона у нас все еще нет добиваем значит кролями и вот сюда им выдвинемся можем можем в адептов ворваться но так то они и с руки неплохо накидывают ну хотя нет с руки как раз они не очень хорошо накидывают ну тогда это идея тогда мы так и сделаем да пусть там разбираются с нашими кавалеристами а мы тут разберемся со всеми остальными 469 урона ну то есть будут отходить из зоны контроля еще один свалится правильно же я понимаю на два хода еще какой кайф какой же кайф у них правда мораль есть если что поэтому наверное имеет смысл пострелять все таки да угу так рассеянность добавила а бьют они 339 459 бьют они вообще нормально прям вообще нормально ну так может все таки через призыв по идее мне надо их куда то вытащить чтобы можно было по ним стрелять так ладно здесь так чтобы по ним стрелять куда нужно встать вот отсюда можно в частности да наверное нормально почему бы и нет начнем потихонечку 356 тут ребятушки пошли назад о как пошли к кавалеристам понимаю понимаю уязвимость к огню накинули очень хорошо можно подойти вломить да но он нас не убьет в первого раза ну так что надо подойти да вломить если он не убьет чем это да опасаемся еще и слабость туда дадим а вот так наверное уже не стоит делать лучше встать в оборону здесь все еще скорость 1 так ждем так ждем первый раз такое поле боя вижу прям вот за захламленное да всяким разным еще рассеянности немножко но немножко рассеянности в них прилетает давайте воскресенье сразу же наших кавалеристов немножко они не сдюжили прям не хватило чуть-чуть по сути дела я то думал я их сейчас отличу если они не отъедут но к сожалению не сдюжили так тут что у нас тут тоже совсем мало осталось ну и все сейчас добиваем последних выживших и на этом все причем мы врываемся же правильно врываемся здесь достреливаем магами слушайте ну конечно главная черта положительная позитивная у кавалерии это их высокая инициатива то есть по сути держать их в армии больше то и не за что если инициатива то и вспомнить нечего да по большому счету бой простой бой простой ну когда у тебя есть массовое замедление ну и опыта да мы немножко за него получаем совсем плюс кавалерия прокачивается давайте сразу смотреть выглядеть стали чуть побрутальнее никаких обилок активных не появилось ну я даже и не знаю как это можно прокомментировать то есть что еще кроме инициативы можно отметить по сути и ничего кстати все третьего ранга у нас ребятушки это не может не радовать ну слушайте три боя нам нужно выполнить задание да сейчас собрать осколки души призвать розалин ну что-то мне подсказывает что призвать то мы ее призовем но она может на нас обидится хех кто знает наследство генриха задание обновлено взять мраморную таблицу из склепа сразу же поскольку мы рядом таблицу из склепа упереть спасибо пять маны вы очень любезны боевой дух найти и генриха и хурта во флостере найдем найдем не переживайте кошелечек остался незамеченным но вроде все да вроде бы да так где осколок души первый давайте все таки переключимся на него джулиан и розалин вот он он проклятие аранок соубийцы любви да сгинет он без памяти о джулиан где же ты я помню мы танцевали здесь так давно что даже для некромантов любовь не является чуждым качеством чужой чужеродной историей как говорится коль уж все любви покорны так и я покорна тоже вот так могла бы сказать розалин агнеса торговец действительно свиточки опа подъехали призыв ледяного элементаля град наносит 70 90 урона по площади 7 гексов накладывает заморозку превращение превращает выбранный отряд противника с лидерством до полутора тысяч в цыплят валерийских цыплят цыплята не могут сражаться или использовать способности вообще-то звучит очень круто если честно каменный еж наносит урон выбранному отряду противника накладывает обездвиживание ой 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 вот тут надо прям смотреть дрожь земли наносит урон накладывает 30 процентов оглушения ну это вот мне не очень нравится уже ослепление ух прям что вы со мной делаете то это магия тьмы да ослепление отряд пропускает ход и не реагирует на врага в зоне контроля а у нас поскольку длительность эффектов больше то ослепление на два хода а мы еще высшую магию качнем как это вкусно клинок смерти наносит ясно игнорирую броню длани смерти по-моему у нас есть даже безумие накладывает на выбранный отряд противника безумие в свой ход атакует ближайший отряд инициатива отряда плюс 3 броня и сопротивление снижены до нуля слушайте сколько кайфовых свитков так ну рассеянность ясно ледяное облако так оковы магии беззащитность неуверенность пелена клинок мороза замедление каменная кожа мы начали с конца и по сути посмотрели это все самое интересное да ну вот ледяной элементаль вообще не заинтересовал град тоже превращение заинтересовало каменный еж ну вопрос зачем нужен каменный еж тут как бы урон еще накладывается да хотя каменный еж ослепление они в чем-то похожи в чем-то конечно разные дрожь земли то наверное нет вот ослепление тоже да безумие да прям накупить это все у нас есть деньги да давайте так которые копятся и непонятно куда вообще их тратить поэтому мы свитки интересующие нас купим точно а будем ли мы их изучать или нет это я подумаю возможно где-то можно на карте получить но нам об этом ничего не известно поэтому так что мы не взяли то призыв мы не хотели град нет каменный еж дрожь земли нет ослепление было два или чего что я не запомнил так идем вот сюда безумие нет ослепление я не взял или взял ослепление взял все нормально ослепление алирийские цыплята это что это жизнь и свет нет или что магии изменений должна быть тут вроде нет магии изменений это школы земли и льда тут насчет кстати иллирийских цыплят может быть я и погорячился десятку отдал да просто тут ограничение по лидерству полторы тысячи это я погорячился прям совершенно точно полторы тысячи чтобы вы понимали тут даже не знаешь в кого его кинуть ну то есть за полторы тысячи ты никого и не наймешь по сути ну ладно бессмысленная трата денег получается так в данном случае хотя может какая-то ситуация и возникнет пусть он будет в виде свитка у нас мы его в нужный ход используем проезжая еще думал обездвиживание ну кстати говоря может быть там иммунитет скажем к ослеплению да у нас раз есть обездвиживание вот он каменный еж пока ничего не учим над этим надо будет поразмыслить на досуге спокойно ладно пойдем отбивать десять тысяч потраченных на цыплят но свиток вообще дорогой слушайте понятно что он очень крутой да вопрос куда его применить но может и случится такая оказия на самом-то деле поэтому расстраиваться то ну и за десяти тысяч когда у тебя сто пятьдесят почти не стоит точно так ладно погнали мы осколки души долутаем выполним квестик с кладбища что ли надо уйти а за пределами кладбища осколки души я думал все тут будет под боком так сказать нет нужно вот через кусты ломануться да елки-палки в деревне что ли или что это там такое может там еще и биться придется за этот осколок то есть нам видимо нужно обойти здесь чтобы попасть туда правильно мы не ищем легких путей я понимаю сколько раз повторять у меня бумаги от магистрата жермена с каких это пор магистрат важнее королевского указа а с тех пор как вы тут кроме песка начали ценные камни добывать нам земля дарована королем не верю столько шума от вас о чем спор торгашам из гильдии не по нраву что мы здесь кристаллы для башни магов добывать стали выжить нас хотят что ты несешь язык у логи не слушайте эту безумную мы всего лишь заявляем законные права на разработку залежей законные права и кому тут верить мы тут добывали песок и нашли залежи кристаллического кварца камни ничуть не хуже ригернских наши руанские представляете в башне магов нами заинтересовались хотят камни наши покупать секвестр уже пообещал прислать послушников а тут эти сколько раз повторять поставлять сырье для манокристаллов может лишь торговая гильдия флостера у нас есть исключительные права ассамбле если бы курьер от магистрата не задержался я бы уже предъявил вам все нужные бумаги бумаги нам эту землю даровал король да для добычи песка а то что мы камни нашли и в башне их продаем это наши с магами дела а курьер твой пропал на тракте небось там разбойников сейчас знаешь сколько ищи его с вещи найти письмо магистрата это нам показывают где оно да любопытно так ну понятно что сейчас мы сюда не пойдем давайте с гару поговорим у торговой гильдии есть подтвержденные права на эти залежи у нас даже есть контракт на их разработку но это упрямая женщина боюсь как бы дело не дошло до драки ах я был бы на все деньги вам благодарен если докажете этой полоумной что тут и ее выгода есть на все деньги говорит был бы благодарен это не серьезное предложение ты скажи на какие деньги назови конкретную сумму хотя бы очерки в общих каких-то фразах в чем выгода у барышни может быть а то пока звучит не очень ладно продолжаем идти где наши денежки за кристаллом ты притащил нас у логи ведает куда а могли бы у кистеня пировать а у кистеня сидеть в этой глуши лучшее что ты можешь представить лапши ты генриху на уши навешал знатно сразу видать аристократ только и этот простак начал что-то подозревать какие-то терки нам похоже вот сюда да вон он осколок будь ты проклят аранокс ты убил меня так же как мой брат когда-то уничтожил джулиана о джулиан я закляла тебя чтобы мы были вместе и когда я умер ее любовь и искусство подняли меня из могилы моя розалин не могла существовать без меня как и я без нее быть может стражи розалин тоже хотели бы сохранить разум и это причина той ненависти что заставляет их преследовать меня трогательная история очень трогательная но нам бы еще один осколок найти и развязаться с вами заняться другими более насущными делами что нам кстати за этот квест дадут 700 опыта а нам нужно ну нам еще еще нужно нормально прям прилично о следующем уровне не думаем может быть в следующей серии если повезет если проведем еще какие-нибудь сложные бои где нас нормально так серьезно наградят в смысле опыта так опять там не на кладбище опять за его пределами осколок видимо вот в этих руинах угу так и есть вовеки проклят аранокс огонь что очистил мое тело сожжет твой дух о джулиан я нерушимо связала наши жизни и наши посмертия где же ты я видел как розалин рассталась с жизнью чтобы быть со мной вечно как она плела заклинания на грани жизни и смерти с того мгновения время потеряла власть над нашим счастьем нас ожидала вечность наполненная любовью о моя розалин то есть нам предлагается вернуться на кладбище да и там уже заняться объединением осколков ладно давайте так и сделаем не зря же мы тут все округу оббежали вот мне интересно случится после этого бой как с тем скелетом в топе помните с великим и могучим некромантом прошлого мой джулиан я и не надеялась вновь тебя увидеть снова плачу но это слезы счастья хотел бы я снова стать живым чтобы собрать все твои слезинки родная очень трогательно а что насчет рыцарей смерти так очко искусности одно всего сразиться с погибелью начинается там свиток кстати лежит тот час будет занятность и превращение в цыпленка да нет тут магический витр здесь покоится джулиан он жил ради своей любви к прекрасной розалин любите же и вы пока есть время самом деле глубокая очень фраза пока есть время надо им пользоваться ценить каждый день ценить близких людей которые есть рядом когда я умер ее любовь и искусство подняли меня быть может это мы уже слышали так то есть нам надо сразиться с кем-то да по их заверениям сразиться с погибелью а для этого что надо сделать давайте наверно сразимся и на этом серию закончим то есть нам куда-то нужно куда нам нужно подойти то сюда что ли статуя плакальщица напасть или оставим это на следующую серию все-таки у нас уже больше часа тут у серия да продолжается вроде как хронометраж мы выбрали боевых было предостаточно наверное давайте оставим там вот меня заинтересовал тайничок который я увидел поэтому сейчас мы его облутаем и на этом запишемся а следующую серию начнем уже с этой боевки которую мы обнаружили практически за каждым склепом что то есть вы поглядите сейчас мы тут наберем всякого хлама и в костюме аристократа подороже все это дело реализуем так даже не знаю как то наверное надо так стать чтобы всех было видно ну хотя бы вот так всех не всех но в общем коллектив у катарины получился очень импозантный необычный таких снимков у нас еще не было разные уже были всякие кстати розалина джулиан как-то вместе не слишком смотрятся ну как по мне хотя это всегда такая относительная история главное что они любят друг друга и смогли свою любовь пронести даже за завесу жизни в тот мир откуда говорят нет возврата а смотрите-ка сохранили и себя и свои чувства и свой разум и по-прежнему по-прежнему испытывают друг другу нежные чувства ну что ж друзья мои на такой романтической ноте давайте мы поставим многоточие в нашем прохождении kings bounty 2 за сим позвольте откланяться это был антиквар жду от вас обратную связь оставляйте комментарии делитесь эмоциями и впечатлениями не скупитесь на поднятые вверх пальцы под видео огромное спасибо спонсорам канала за поддержку всем удачи и до встречи пока